У нас тут образовалась волосатая Субарра. Местные проезжающие дачники на Жигулях не очень понимают нашего увлечения. Потому что для них это повседневная дорога. Сложность подъема понятна, да? Машина. Дамы и господа, всем привет! С вами Алекс. Вы на канале Не тормози. Сегодня массовая битва паркетников. Сегодня будет песок, потом будет грязюка. Основная цель испытать вот эту китайскую машинку. Она имеет пробег около 10 тысяч километров. 1.8 турбодвигатель, 183 лошадиные силы. Полный привод, имитация блокировок. 18 колеса на низком профиле, которые предназначены для города. Но мы, конечно же, протестим их на бездорожье. И дорожный просвет всего 16 сантиметров. Придется воспользоваться ножом. Придется воспользоваться ножом. Итак, первое задание. На улице идет дождь и это значит сегодня будет просто сочная и знатная грязюка во второй части ролика. Поэтому обязательно смотрите его полностью. Итак, мы едем в спорт режиме. Включаем 4 лок и выключаем антипробуксовочную систему. Выключаем, держу. Вот, выключилась, вот она в углу. Все, колеса у нас подставлены. Первое испытание, погнали. Итак, Subaru, ты порвешь китайскую тачку сегодня? Не уверен, да? У тебя сколько лошадей? 150. Да, у тебя просвет, наверное, 20-ка есть, да? Но на этом Subaru есть хорошая, есть понижайка, механическая коробка передач. Давай, да. Копают все, копают. Диагональ там, ва-ва, заехал. Задний самоблок. Ну, кстати, не сказать, что как-то легко забираются участники. Есть определенная натужность. А это значит, что скоро мы увидим, как кто-то туда, наверное, не заедет. Двушка мотор? Да. Класс. На роботе? Автомат. Автомат. Супер. Итак, Tiguan 2-литровый автомат. Давай. Вот, тяжело пошел. Ух ты. А у тебя имитации что-то не срабатывают? Имитации не срабатывают у тебя ESP? Я включил. А включи, пробуй ESP, потому что, может быть, наоборот, с имитациями попробовать. Падает брюхом. Tiguan тоже не самая высокая машина, но должен проезжать, по идее. Двушка мотор, мощная машина-то там 180, как минимум. Еще и на автомате, не на роботе. С роботом, по моим наблюдениям и тестам, проходимых несколько падает, так как быстро перегревается коробка. Не, блин, странно. Давай, Tiguan. Страна верит в Tiguan. Должен зайти. Сейчас набирает разгону. Итак, Kia Sportage с наклейкой не тормози, это значит, что плюс 20 проходимости. Так, а здесь дизель, да? Нет. Бензин. А, точно, забывай, обставим цен. Хочется сказать, что дизель. Ты заедешь туда, да, сто процентов? Kia Sportage, кстати, проходимая тачка. Ах, что-то накаркал я, накаркал, накаркал, не заезжает. Ну да ладно, может быть не его горка, в других подъемах он покажет себя лучше. Вообще, раньше хорошо ездила машина, забрался. Опять будешь закатываться везде? Попробуем, песок тяжелый. Итак, Santa Fe, это по прошлым битвам, как вы помните, самая проходимая паркетническая машина. Привет, вновь будешь рвать и метать. Да, чуть-чуть разгончиком, ну давай отсутствие сцепления, не пороть там в подъем. Гранд Витара. Ох, забрался. Дастер на заднем плане штурмует адские препятствия. Итак, привет, что это за тачка такая? Это Рэкстон W, вторая генерация второго Рэкстона. Ну это свежая машина современная? 2014 год. Класс, что за мотор? Уже есть следующая, пока в России не продается. Что за мотор здесь? 2.7 дизель, турбина, больше ничего нет. А лошади сколько? 186. А понижайки нету? Вообще ничего нет. Класс, сейчас посмотрим как едет. Давай. Интересную машину, ни разу таких не видел. Ох, ну рвет хорошо, забрался. Итак, Duster. Ни хрена себе, у тебя дворники какие зеленые. Ничего себе, вот эта фишка. Ну я ну так, в магазине не предупредили. Зеленые дворники, все давай. Итак, Duster, который может. Все, заехал. Патриот на модных колесах. Кстати, такого же размера как у меня. 32 на 18. Четкие колеса. Полный привод. Ничего больше нет. Мета, имитация блокировок. Такой, кстати, виток этого Патриота. Пишите, четко ли он смотрится. Мне нравится, черненький. Классный. Тиракеса просвет хороший. Ох, что-то как-то тяжеловат в конце. Такой мастодонт здоровый. Мощный. Задний блок. Мотор около пятерки. Много влевую выкрутил. Заходит. Прям все пропахал. Ну что, следующий подъем он очень сложный. Очень резкий. Затяжной. Рыхлый, мокрый песок. Попробую накатом зайти. Вдруг получится. На Дастере нет понижайки, поэтому мотор довольно мощный. Сколько лошадей? 137? Нет, 140. 142. Ничего себе. 150 кабул. Довольно бодрый мотор. Довушка. Механика шестиступенчатая. Первая играет роль понижающей передачи. Закатывается легко. Хорошие покрышки. Такие. Горка, кажется, более сложной. Но едут по ней несколько легче участники. Хотя вот сейчас Киев уже подкопнуло немного. Тигуан не набрал. Думаю не загрести ему. Зацарапался Тигуан. Довольно сложная горка. Ну что, ты отстоишь честь субаристов? Не знаю. Тигуан очень тяжело зашел. Может не получится. Так ты же круче Тигуана. Я-то? Да. Кто сказал? У тебя наклейка сзади. Тигуана нету. Сейчас проверь. Давай. Субару, брат. Да вообще влетает просто. Не, проходимая машина. Субару, я думаю, это одна из самых проходимых кроссоверных тачек. Если не считать Hyundai. Что, пока легко? Пока да. Ну давай. Здесь уже интереснее. Hyundai 2.7. В6. Двигатель. Вообще без проблем. Ух ты. ST скрипит. Наклейка есть. Настоящая ST. Бампер снят. Значит водитель лют. Давай. Закидала. 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 Ну ок. Кстати, закрабкался. Подвис прямо в конце. Пшикнул и заехал. Красавец. Так. Suzuki Vitara. Давай еще поближе. Вот тут прямо от конусов тебя пустим. Тут успеешь разогнаться. Все. Давай. Посмотрим. 1.6 моторчик. На самом деле, кстати, небольшой просвет. Тут чертится уже буквально глушаком по земле. Пошел, 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 пошел. Забрался. Интересная, кстати, машина. Как вам она? Будь вам в комментарии. Ох, гремит что-то там в нем багажники. Вроде Сан Йонг гремит как грузовая газель. Или в боксе что-то верхнее. Ох, грузовая газель. Ох... Ох! 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 Следующий подъем с очень жесткими диагоналями, по меркам паркетников жесткими. Сейчас у меня антипробуксовка включена. Попробую зайти с включенной антипробуксовочной системой. С выключенным антипробуксом не так агрессивно срабатывает имитация блокировок. Продолжение следует... Песочное испытание окончено, так как дождь надо скорее ехать в жирненькую, скользкую грязь. Сейчас будет несколько подъемов, несколько луж. Интересное испытание. Посмотрим кто их пройдет. Тачки почти все на шоссейке, а это добавляет кучу интереса к происходящему. Проходит. Нормально. Проходит пока, проходит. Стой! Вот теперь не проходит. Идет. Нормально. Показываю. 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 Сейчас Тигуану как никогда пригодится этот его модный бампер под скосом. Джилла скользила прям по-конски. Я съезжал сбоку, потому что мне может не хватить просвета в этой колее. Как видите, даже внедорожники почиркивают здесь. Зашел. Все пытаются максимально закидать всех кокулями, чтобы было интереснее. Так, Sportage сейчас будет прям по этой штуке. Колеса туда! О, все. Просто на тормозах полностью машина. О, так быстро прям. Блин, они лютые, чуваки. Начинают их бояться. Так, едут просто. Так, ну-ка, Santa Fe чиркнет и чиркнет ставки. Не чиркает выше. Хотя нет, чиркает. Чуть-чуть. Да. Чиркает, я думаю, у меня было бы здесь без вариантов. Санта-Фе выше. Зашел, сняли уже скользкий слой. Так, УАЗ не едет по дороге, естественно. УАЗу нужно что-то интересное. Давай, давай, нормально. Без проблем. Вот это сейчас будет интересно. Высоты 100% не хватит. Сейчас будет бобслей. Супаристы вообще люди отважные. Ничего не боятся. Кстати, ваше мнение, внедорожник это или кроссовер все-таки? Напомню, отсутствует поднижающий ряд передач в целом даже в этом автомобиле. И вообще они позиционируют как внедорожник, конечно, эту машину на рынке. Ваше мнение на этот счет. Итак, остались высокие. Даже Саньон ползет там брюхом. То есть это норма. Боевая шестерка. Уээу. Лайк. 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 Собрался. Даже Патриота тяжело удалось. Последоваться у китайского соперника. Пока джипы рубятся, мимо едут местные. Им пофиг на этот, на эти препятствия. Итак, дальше Subaru. Высоты ему может там по жести не хватить. Я думаю и не хватит, наверное, ему нужно когда-то в объезд сунуться. Очень глубокая колея там. Очень здесь скользко. Идет разрез. Вот здесь придется падать. Ну, загребет ли. О, заехал. Итак, Subaru брат. Не должен ударить в грязь лицом. Эта Subaru повыше. В целом по высоте она там должна пройти. Но не факт. Да едь по колее! Ядь по колее! Лех! Иди, давай, давай, давай. Едет мы там на джиле прошли. Так, этому Subaru из колеи выбраться не получилось. Прям как же классные глиняные подъемы в дождь. Просто они бесценные. Вот зря так мало газа, на самом деле. Здесь прям даже глина, глина, глина. Вот, нажал. Нажал, пошел. Так, что-то пошло не так явно. Так же высокий. Я бы на его месте шел бы прям по колее. Так. Приземлился. Тоже тоже срыли несколько верхний слой. И легче стало участником пробираться Mazda. Mazda грязевая резина. Высокий дорожный просвет. Совершенно играючи идет. Он здесь. Прошел. Вот, начал нажимать. Уже срыли верхний скользкий слой. Здесь, в отличие от песочных подъемов, первым сложнее проходить. Ползут участники. Даже ховер ползет там брюхом. Сан-Йонг на заднем плане падает прям в колею. Ховер прет. Китайский, корейский автопром постепенно заполняет просторы. Это все ладно. Шестерка едет сзади. Сигналит Сан-Йонгу. Что он ездит слишком медленно. Итак, ховер с трудом, но закарабкался. Так, местные проезжающие дачники на Жигулях не очень понимают нашего увлечения, потому что для них это повседневная дорога. Ну, то есть, сложность подъема понятна, да? Машина включена, видимо, ESP и с газом в пол. Я так предполагаю, с включенной ESP, он не заехал. ESP, кстати, зрение выключил. Вот так вот тут скользко. Просто. На самом деле, не смотрите, что некоторые участники влетают легко. Подъем сложный. Ну, прям натужно-натужно, я бы сказал. Зашел, но дачники. Итак, представители отечественного автопрома. Едет без проблем. Красная, потому что тачка, на самом деле, была бы любого другого цвета, так бы не ехала. Красная едет. Общедоступный факт. Что-то Витара куда-то там, в сторону. Давай, за шестерочку это должен. Да, забрался. Итак, следующее испытание. Колея, грязь. Глубина колеи неизвестна, поэтому сейчас будет интересно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Веревочка такая, кстати, не очень надежная. Может быть, в перспективе ее отрезать и убирать в салон. Продолжение следует... Постоянно на машине работает дворник, потому что настолько неудобно расположена кнопка включения. То есть при любой манипуляции с дворниками передними вы по-любому задеваете это. Я езжу, она постоянно работает, я ее выключаю, она сама где-то там включается. Дворниками запаситесь, сотрутся нафиг все. Пару метров подтяни, чтобы сесть мне. Итак, Ford тянет меня назад, сам подбуксовывает. Джилль у нас на брюхе. Я сейчас не сажусь, потому что мне даже не залез в нее. Перед свист, видно. Распрямилась подвеска. На самом деле, кстати, практически уже чиркаю порогом об боковину, выше линия берега. Давай так потихонечку, нормально сейчас пойдет. Оп. Почти еще разочек и я сяду. Стой. Еще-то какие-то нехорошие звуки издает машина. Да. Субарин, наверное, растрянный дом должен оказаться. Мередленно полноценный дом. Плывет Тигуан. Здесь в целом уже катнули. Какое-то направление. Проходят все более-менее легко. А вот субарю высоты может не хватить. Надо ему здесь лупить. Ох, черкет. Прошел. Итак, к Сан Йонга отправим. В интересненькое, где я на китайце повис. Вот, прошел. Ну вот внедорожник уже проходит. Больше хода подвески, больше колеса. Прошел, молодец. Я там тупо повис. Санта-Фе тоже пошел по легкой. А сейчас шестерка там проедет. Я знаю, кто пройдет. Так, прошел. Не, прошел ходом. Проплыл практически. Класс. Он крут. Побережет красивую трубу. Не знаю. Ну попробуй, вытащим. Не бросим. Трос там приготовлен. Итак, шестерка по суперлютому месту. Эх, чуток. Ладно, хоть реабилитировал этого китайского. Немножко кроссовера застрял. Хоть это проехал бы сейчас. Шестерку, которая, слава богу, вернула авторитет. Жили. Так что не так-то здесь и просто проехать. Хотя девяточка, может, и проскочила бы. Итак, шиперочка красненькая. Кстати, сзади стоит у нее блокировка. Поэтому. Едет она. Эта шестерка. Прям вообще едет играючи. Итак, Мазда. Старой школы. На грязевой резине. Сейчас посмотрим, пройдет ли. Да, хватает высоты. Прошел. Молодец. Все, вот эта тачка объехала китайского кроссовера. Так, не ва. Просто играючи прыгая. Запрыгал. Прошел. Across. Вау. Прошел. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...